В Петербурге насчитывается 30 новостроек, которые начали возводиться более пяти лет назад и до сих пор не сданы. Журналисты БН побывали на четырех самых известных долгостроях города. Так, постановление Смольного о строительстве жилого комплекса «Кристалл Полюстрова» на Малой Охте вышло еще в январе 2004 года. Передать ключи дольщикам компания «Импульс» планировала в 2008-м. Но сначала дом пришлось перепроектировать, а потом мешался кризис. В итоге сроки сдачи комплекса переносились пять раз, и, видимо, придется сделать это и в шестой. По крайней мере, до конца декабря достроить его вряд ли получится. Еще один ветеран петербургского строительного рынка, жилой комплекс «Кассиопея» в Купчино, возводится силами дольщиков. С прежним инвестором ИСК «Источник строй» власти расторгли инвестдоговор четыре года назад. До конца года дом планируется сдать, и, скорее всего, сделать это получится, так как на глазах бригады БН рабочие уже завершали благоустройство территории. Жилой комплекс «Светлана» тоже должны были достроить более семи лет назад, но по факту успели возвести лишь монолитный короб, да и то не весь. Работы на объекте, если и ведутся, то заметить их с улицы очень непросто. В общей сложности срок сдачи дома переносился уже четырежды, и теперь его планируют достроить во втором квартале будущего года. Неподалеку расположен еще один проблемный объект с богатой историей – жилой комплекс «Кристалл». Постановление городского правительства о проектировании и строительстве жилого дома на Институтском проспекте вышло еще в ноябре 2003 года. Тогда инвестор, компания «Окстрой», планировал сдать жилой комплекс в 2006 году. Однако сделать этого так и не сумело, и в 2008-м инвестдоговор был расторгнут. Теперь достраивать «Кристалл» приходится самим обманутым дольщикам, которые создали свой ЖСК. Теперь строительство идет гораздо веселее и уже близко к окончанию. И хотя до конца года «Кристалл» вряд ли удастся сдать, но в первой половине следующего более чем реально. Перечень петербургских долгостроев со стажем после новогодних праздников станет существенно меньше. 5-6 жилых комплексов, скорее всего, успеет ввести в ближайшие две недели. Но есть и те, а их по меньшей мере три, у которых есть все шансы дождаться печального юбилея – 10 лет пребывания в списке самых главных долгостроев Петербурга.